Таха Кехар. Назия просит обойтись без поминок. Посвящается Парше и светлой памяти нас. Моя дорогая Нури, я понимаю, что за долгие годы не раз проверяла на прочность твои терпения и великодушие. Но, ускользая в следующую жизнь, попрошу еще об одной последней услуге. Не нужно поминок. Лучше устроите вечеринку. Все детали ты найдешь в моем голубом дневнике. Том, что я держала при себе все последние месяцы. С бесконечной любовью, Назия. Последняя воля Наорин поднялась из плетеного кресла и неспешно побрела по мощеным дорожкам вдоль газона, как прежде делала Назия. Поравнявшись с Бугенвилеей, она разгладила складки своей грязно-белой хлопковой курты и остановилась, чтобы закурить. Сделала терпкую с привкусом древесины затяжку и со вздохом выпустила дым изо рта. Хрустнула шеей и оглядела лазу, проведя пальцем по ее тонким, будто бумажным листьям. Буйство розового цвета на фоне лазурного неба карачи. Внезапно ее голову пронзила вспышка мигрени. Наорин прижала большие пальцы к векам и помассировала виски. Спустя несколько минут Болит вступила, и она сделала глубокий вдох. — В чем дело? Голос Асфанда разорвал тишину, нарушаемую лишь криками ворон вдали и тихим стрекотом сверчков. — Тебе не здоровиться? Что ты бродишь по саду, как привидение? Его взгляд упал на пачку Мальборлайт, которую Наорин неловко спрятала в кулак. Асфанд пришел в ужас. — Нори, зачем ты взяла сигареты на Азии? Гневно выдохнул он, тут же отбирая у жены пачку. — Захотела сойти в могилу следом за сестрой? Прекращай немедленно. Наорин недовольно нахмурилась. Морщины на ее лбу стали глубже. Она добрела до широкого плетеного кресла, с глухим звуком опустилась в него, примастив свое грузное тело на толстой желтой подушке, и продолжила глядеть на лозу. Шаркая, Асфанд подошел к жене, отложил сигареты на столик из красного дерева и опустился перед ней на колени. — Нори, нужно быть сильной. Я понимаю, ты потеряла Аназию всего несколько часов назад, но нельзя расклеиваться. Впереди еще подготовка к похоронам, столько дел, не время начинать курить из-за стресса. И они из-за стресса курю. Наорин отвернула голову, сводя на переносице и без того нахмуренные брови. Я просто хотела почувствовать себя на месте сестры, понять, что она ощущала на своих утренних прогулках. Она всегда подходила к Бугенвилее, курила и затем делала еще несколько кругов. Асфанд был сбит с толку подобной реакцией жены на смерть Назии. Он хотел было напомнить ей о разногласиях, которыми были осложнены отношения сестер. Это казалось отличным антидотом против тяжелых мыслей жены, который не позволил бы ей окончательно скатиться в меланхолию. Но вместо этого Асфанд решил отделаться парой банальностей, которые ждешь скорее от дальних родственников и незваных гостей. — Нурри, чем скорее мы начнем забывать усопших, тем лучше, — сказал он, тяжело опуская ладонь на плечо Наурин. Та резко сбросила его руку и вскочила на ноги. — Еще столько всего нужно сделать перед поминками, — продолжил Асфанд. — Твоя сестра пользовалась популярностью. Уверен, мне сегодня придется утешать немало убитых горем ашиков. — Не будет никаких поминок, — решительно заявила Наурин, проигнорировав попытку мужа покритиковать поведение ее сестры. Назия хотела, чтобы мы устроили прощальную вечеринку, на которой все могли бы проститься с ней, но обойтись без истерик и рыданий, как обычно бывает на поминках. Она заранее приготовила список гостей инструкции по поводу всего, что следует сделать после ее смерти. Мы похороним ее в узком кругу Асфанд. Назия не хотела, чтобы ее друзья присутствовали при том, как ее тело будут опускать в могилу. Мы с тобой можем договориться, ее закопают уже сегодня. А затем мне нужно сделать несколько звонков и пригласить гостей на вечеринку. Назначим ее на эту субботу. Новости ошеломили Асфанда. И он застыл, не находя слов, чтобы выразить возмущение, которое вызвало в нем предложение проводить Назию в последний путь подобным образом. Наурин взяла со стола сестрин голубой дневник и бегло пролистала его. «Ну, Ри, это... Это совершенно неприемлемо!» Напряженно произнес Асфанд, с трудом скрывая раздражение и гнев в голосе. «Что скажут люди? Ваши родственники ждут Джаназу и Сойем, а не долбаную вечеринку. Некоторые станут настаивать на собраниях каждый четверг и челуме. Как мы им скажем, что вместо чтения Корана у нас будет вечеринка!» «Родственники много лет нас не навещали, Асфанд, — спокойно ответила жена. Многим из них все еще очень нравится нас ненавидеть. Кроме того, Назия была то еще чертовкой и придумала, как их осадить». Подавив ухмылку, Наурин раскрыла дневник и указала Асфанду на строчки, написанные красными чернилами, небрежным почерком Назии. «Салгейм, скажи, что я убила себя. Тогда они вас не побеспокоят. Набожные мусульмане не придут на мои похороны, если будут думать, что я закинулась упаковкой парацетамола». «Ты выжила из ума?» Асфанд выхватил дневник из рук Наурина и отшвырнул на единственную проплешину посреди пышного сада. «Это совершенно, абсолютно, категорически неприемлемо. Твоя сестра всегда наплевательски относилась к чувствам других. Ее ни капли не волновало, что скажут люди. Творила, что вздумается. Но ты-то всегда была разумнее. Хорошая дочь, которая всегда делала все, как положено. Прошу, веди себя обдуманно. Постарайся меня понять, Нури. Если мы сделаем так, как хотела Назия, мы больше не сможем показываться людям на глаза. Пойдут разговоры...» С тяжким вздохом Наурин поднялась из кресла и подошла к отброшенному дневнику. Наклонилась и подняла его. «Асфанд, решать не тебе!» Сказала она, стряхивая грязь со страниц, испещренных хитросплетением завитков, хвостиков и тоннелей почерка Назии. «От тебя требуется только содействие. Позвони Маулави Сахибу, заведующему мечетью на кладбище, и договорись о гусли и погребении сегодня же. Мы с тобой пойдем туда ближе к вечеру и все сделаем». Наурин поковыряла пальцем последний комочек грязи, прилипший к странице, и щелчком убрала его. Затем прижала дневник к груди и прошла в дом. Асфанд недовольно цыкнул и нехотя поплелся за ней. «Хоронить кого-то — это не в парке зам замопрогуливаться!» пробубнил он. «Существуют определенные правила. Сомневаюсь, что тебя пустят на кладбище Гизри на погребение». Наурин послала Асфанду испепеляющий взгляд. И это сказало ему о сложности ее положения куда больше, чем самый долгий разговор. Двадцать восемь лет брака научили Асфанда читать каждую хмылку или недовольный изгиб бровей жены. Последняя крупица их близости, которая с годами не просыпалась сквозь пальцы. Принимая поражение, он прошептал. «Я найду, как это устроить, Нури!» «Спасибо!» — грозно прошепела она. «И не разочаруй меня!» Асфанд подождал, пока стихнет цоканье ее каблуков по мраморному полу. Только убедившись, что она ушла в дом насовсем, он снова вышел в сад. Взял в зубы сигарету и поднес к ней старую зажигалку зиппа, которую всегда носил в кармане, обжег пламенем кончик. Легкий ветерок качал Бугенвилею, тихонько посвистывая ее листьями, добавляя еще одну нотку в симфонию из разноголосых криков птиц и голомашин на бульваре Сансет. Шагая по мощенной дорожке, Асфанд сделал мысленную заметку — велеть садовнику постричь газон и полностью срезать этот вьющийся кустарник. — Все, кончено! — кричал его внутренний голос. Даже воспоминаний казалось недостаточно, чтобы утешить его разбитое сердце. Бейджан повернула ручку плиты, и яростное голубое пламя под стальной сковородой чуть ослабело. Старая экономка добавила в берьяне вареный рис, шафран, кориандр и мяту, бережно все перемешала и накрыла крышкой. — Сорая! — крикнула она, снова подкручивая ручку, чтобы блюдо томилось на медленном огне. — Иди сюда, сейчас же! Бейджан недовольно цокнула, когда племянница зашла на кухню и, позвякивая медными браслетами, просеменила к столу. Девушка мурлыкала под нос мелодию из фильма «Санни Леоне», что всегда приводила ее тетушку в ярость. Санни Леоне родилась в 1981 году. Настоящее имя — Каринджит Каур Вохра, индийская актриса, начинавшая карьеру в западном порно-бизнесе. Длинные спутанные волосы Сорай спадали по левому плечу, оставляя правую сторону шеи открытой для любопытных взглядов соседских слуг, которые частенько карабкались на разделявший владение забор, чтобы поглазеть на нее. Родея о приличиях, Бейджан ухватила часть волос племянницы и забросила их на правое плечо. Судя по тому, как расширились глаза Сорои, это было болезненно, но девушка не возразила. — Сколько раз говорить? Одевайся пристойно! — воскликнула Бейджан. — Зачем открываешь шею? Кого из соседских слуг пытаешься соблазнить? — Вах, фуппа! Сороя ткнула пальцем в тетку. — Тебе, значит, можно не покрывать голову и шею дупотой, а когда речь обо мне, так это сразу грех? — Довольно! — закричала старая экономка. — Как ты смеешь так со мной разговаривать, да еще в подобное время? — Назиапа! Так много для тебя сделала! Прояви уважение к ее памяти! Сороя передернулась от отвращения, почти по-детски выражая презрение к лицемерию тетушки. — Для тебя она тоже сделала немало! — фыркнула она. — И что-то я не вижу, чтобы ты скорбела, только мне нравоучения читаешь. — Давай поживее! — буркнула Бейджан, игнорируя дерзость с Сорой. — Нужно показать Наурин Биби, что от тебя все еще есть толк. Не хочу, чтобы она сказала, что больше не нуждается в твоих услугах, раз Назиапа умерла. — Ну, вышвырнут меня, и что? — невозмутимо отозвалась Сороя. — Я не хочу тут оставаться, особенно если мне не рады. Все в нашей деревне думали, что я когда-нибудь стану известной актрисой. Разве ты не понимаешь, что мой актерский талант и танцы заткнут за пояс даже самых именитых звезд? — Само собой! — саркастично пропела Бейджан. — Разве может следующая Мадхури Дикшит бросить свои фильмы и горбатиться на кухне, занимаясь домашней работой? Мадхури Дикшит Нене родилась в 1967 году. Индийская актриса, снимающаяся в фильмах на языке хинди. Сороя зарделась от такого, как ей показалось, редкого комплимента от Фуппа. Но затем заметила, что на хмуром лице тётки не отражается ни тени восторга, и яркая улыбка девушки подугасла. Тётушка растила её с пелёнок после того, как мать Сорои умерла родами. И тем не менее Сороя по сей день не научилась различать, когда тётя злится, а когда шутит. — Когда уже до тебя дойдёт! Голос Биджиан прозвучал гораздо жёстче, чем раньше. — Потеряешь работу, и твоего сироту-братцу будет некому содержать! Твой отец земля ему пухом никогда тебя за такое не простит! Слова Биджиан ужалили Сорою, хотя девушка и попыталась скрыть гнев. Как не селилась она сдержаться, всё её нутро требовало хоть как-то, как угодно, выплеснуть, облечь слова ту обиду и боль, что причинили ей жестокие слова тётушки. — Ракип тут не единственный сирота Фупа, — запинаясь произнесла Сороя. Говорить такие дерзкие слова было всё-таки нелегко. — Ты вечно забываешь, что когда автобус, где ехал, отец разбился, я тоже стала сиротой! — Что ты сказала? — прогремела Биджиан. — Не смей говорить со мной таким тоном, чокри! — Всё, иди мой посуду и накрывай на стол. Хочу, чтобы Наурин Биби и Сахи поели перед тем, как идти на кладбище. Биджиан сняла крышку со сковороды и помешала Камкири со большой ложкой. — Фупа! — выпалила Сороя с необычным для неё энтузиазмом. — А почему никто не пришёл на Джаназу, на Зии Апа? — Наурин Биби сказала, что Джаназа не будет. Испытывая дискомфорт, Биджиан переступила с ноги на ногу и мигом забыла свой гнев. — Сказала, будет небольшое собрание, вечеринка, через несколько дней. Придут только близкие друзья на Зии Апа. Экономка покачала головой и засуетилась над сковородками. Несуразность того, что она только что произнесла, требовала занять чем-то руки. — Мне кажется очень странным, что никто не пришёл. Продолжила она, когда Сороя подошла к шкафчику из Тика. — У Нази и Апа было множество друзей, но в последние годы они перестали её навещать. — Почему перестали? — спросила Сороя, не подумав. — Больше из любопытства, чем из-за беспокойства. Она достала из шкафчика большое сервировочное блюдо и принялась протирать его полотенцем, ожидая ответа Биджиан. Старая экономка опустила взгляд, шумно выдохнула и ущипнула себя меж сидеющих бровей. Сороя наблюдала, как меняется выражение её лица, совершенно сбитое с толку тем, что невинный вопрос так задел тётушку. — Не трать моё время подобными расспросами! — воскликнула Биджиан и погрозила племяннице пальцем, выражая крайнее негодование. — Смотри, чтобы все вилки и ложки блестели! Не дай бог я замечу хоть одно пятнышко! Затем она спешно покинула кухню, скрывшись в просторной кладовке возле комнат прислуги и плотно прижала дупоту к губам. Вскоре Сороя услышала приглушённые всхлипы. Сердце девушки дрогнуло и заколотилось о грудную клетку, угрожая сломать ребра. Она подкралась к раздвижной двери, ведущей к комнатам прислуги, и сквозь пыльную сетку увидела, как из покрасневших глаз тётушки катятся слёзы. Сороя хотелось броситься утешать Биджан, но она не могла понять, что же так сильно огорчила Фуппа. Ей всегда казалось, что Назия, Апа и Биджан друг друга недолюбливают и вечно с наслаждением спорят из-за домашних дел. С тех пор, как Сороя начала здесь работать, она не раз слышала, как Назия, Апа, жаловалась, что Биджан снова забыла добавить зелёный лук в её салат с авокадо, разбила или антикварную вазу, или ещё какую драгоценную вещицу, пока убирала в её комнате, либо прожгла её Сари Баранаси, когда гладила его для важного мероприятия. Биджан находила способы платить хозяйке той же монетой. То кинет тухлый авокадо в салат, то займётся Глашка её дизайнерской одежды в последнюю минуту, когда Назии уже нужно отправляться на торжество. Почему же сейчас Биджан вдруг плакала о смерти той, с кем так часто враждовала? «Биджан, Сороя!» — голос Наорин вывел девушку из задумчивости. «Поторопитесь, пожалуйста! Мы с Сахибом скоро уходим на кладбище!» «Хорошо, Наорин Биби!» — отозвалась Биджан, вытирая глаза своей дупоты и возвращаясь на кухню. Пока старая экономка накладывала бирьи не в сервировочное блюдо, Сороя разглядывала слезинки, которые оставались висеть на ресницах тётушки, как бы то ни старалась их сморгнуть. Ей было жаль тётю, хотя она вряд ли могла бы объяснить, почему. «Глупая идея устраивать вечеринку вместо поминок», — сказала Биджан, возвращая ложку в сковороду. «Наорин Биби совершает большую ошибку!» «Как можно праздновать чью-то смерть, Фуппа?» — недоумевала Сороя. «Разве смерть не горе?» «Как же Рона Дона?» Биджан приложила палец к её губам, призывая племянницу замолчать. Только так она могла помешать девочке переступать границы, суя нос в дела, в которые прислуги лезть не пристала. Сороя несла под нос в столовую, и вес блюда, столовых приборов и тарелок отзывался ноющей болью в её локтях. Эта боль напомнила ей о словах Ракиба, произнесённых после похорон их отца. «Я настоял, чтобы мне позволили нести гроб вместе со всеми», — сказал тогда её брат. «Самер маму сказал, что я не справлюсь, но я настоял». «Баджи, ты не поверишь, но я всё ещё ощущаю тяжесть её тела». Слова Ракиба врезались в память, оставив на ней шрам. Накрывая на стол, девушка думала, «Может, им с братом тоже стоило устроить праздник, а не продолжать нести вес мёртвого тела отца на своих плечах ещё долго после того, как оно было предано земле». Она была уверена, что, сделая они так, их жизни стали бы, если и не более счастливыми, то по меньшей мере совсем иными. Они ехали на кладбище, и после обеденное солнце жгло кожу Наурин. Она стёрла каплю пота с олба носовым платком, включила кондиционер и шумно вздохнула. «Надо же было Нази умереть летом», — Наурин задумалась. Сестра знала, как доставить людям побольше неудобств, особенно тем, кто её любил. «Фургон едет за нами?» — спросила она, обернувшись к Сузуки, везущему тело Нази. «Поехали»